Ребят, всем привет! Меня зовут Максим Шубин, канал Атреально Интересно. И сегодня я хочу поговорить про новую игру от Neki Banzai Games. Это те, которые создали, между прочим, Shadow Fight 3. Короче, игра называется Spine. Это игра в жанре киберпанка. И давайте о ней поговорим сегодня. 22 мая 2020 года на YouTube-канале Neki появился официальный тизер новой игры. Игра называется Spine. Spine это командный экшен, сражение в котором проходит в формате 3 на 3 игрока. Действия игры происходят в будущем, где солдаты оснащены боевым искусственным интеллектом, соединенным с их спинным мозгом. Этот искусственный интеллект позволяет военным осваивать разные боевые стили, а также увеличивает их реакцию и ловкость. На выбор игроку доступны несколько персонажей с уникальными способностями. Особое внимание разработчику уделяют зрелищности ближних боев. Для их анимации используется программа Каскадер, внутренняя разработка Banzai Games. Кстати, с помощью этой программы была сделана анимация боев в Shadow Fight 3. Spine находится в разработке уже год, дата релиза не сообщается, но экшен выйдет на ПК, консолях и мобильных устройств. Думаю вы уже успели насладиться этим коротеньким тизером, выглядит все дико круто, просто дико круто. Здесь есть явный упор на мельчайшие детали, это я очень люблю, я граф от Рочер, вы знаете это. Но конечно хотелось бы как-то поиграть, может быть в закрытом бета-тесте в эту игру. Ну или хотя бы увидеть хоть какой-то именно геймплей игры, то есть как вообще играть в эту игру пока не совсем понятно. Но вроде это будет файтинг 3 на 3, ну и что дальше будет, типа хз. Но тем не менее я очень жду релиз этой игры, надеюсь вы тоже ждете этот релиз игры. В общем напишите в комментариях как вам вообще все это. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям про этот ролик, делитесь этим роликом со своими друзьями, колокольчик, это очень важно, чтобы вам приходили все уведомления. Также ребят, смотрите мои прошлые ролики, с вами Максим Шубин, к вам это интересно, бау! Субтитры сделал DimaTorzok